Кожаная куртка это идеальный пример мужского стиля. Но вы знали, что если не следить за курткой должным образом, то ее можно отправить на свалку раньше времени? Пятна, выцветания и трещины. Все это уничтожит даже самую качественную кожаную куртку. Как за ней ухаживать? Стоит ли бросать в стирку, а затем в сушилку? О нет, никогда так не делайте. Вы просто уничтожите свою куртку. У кожи есть два врага. Вода и жара. Если кожу вовремя не просушить, а оставить как есть, то в ней заведется плесень, которая съест вашу куртку. Влага также вымывает натуральные масла, которые содержатся в коже, что может привести к трещинам. А как же быть с сушилкой горячим воздухом? Ну, это может привести к морщинам на коже и затем уже к трещинам. Поэтому кидать куртку в сушилку, вешать ее на батарею или даже просто держать на солнце, может навредить вашей куртке. Так каким же образом сушить свою куртку? Первое, использовать широкую вешалку. Не берите обычную, а она может испортить вам куртку. Ну, а затем повесьте ее в то место, где хорошая вентиляция, и через сутки она уже должна быть сухой. Давайте же теперь поговорим о чистке. Как же очистить свою куртку, если ее нельзя мочить водой? Сейчас я вам все покажу. Смочите тряпочку из микрофибры, а затем протрите куртку, чтобы удалить пыль и грязь. Немного влаги не навредит вашей кожанке. А вот пропитывать куртку водой – это уже проблема. Кстати, да, когда протираете куртку, то используйте дистиллированную воду, потому что вода из крана содержит минералы, которые уже могут навредить вашей куртке. Я рекомендую протирать свою куртку раз в месяц, чтобы грязь не собиралась. Ну, а что, если куртка реально запачкалась? На ней прямо слои грязи, и она выглядит так, что ее надо постирать. Нет, не делайте этого, господа. Мой любимый способ, как чистить кожу, это использовать очиститель для кожи. Он очень нежный и хорошо вычищает грязь. Все просто. Возьмите тряпку, намыльте ее хорошо, а затем намыльте ту часть куртки, где вам надо очистить ее от грязи. После этого возьмите влажную тряпку и протрите ее от мыла. Затем оставьте сушиться. Профессиональный совет. Не забывайте тестировать все продукты, которые собираетесь применить на куртке на незаметном маленьком кусочке, чтобы убедиться, что средство не оставляет пятен. Все же, если вы решили сделать вашей куртке капитальную чистку, то рекомендую делать это не чаще, чем один раз в год, так как есть свои нюансы. Потому что использование очистителя вымывает очень много масел с верхней и внутренней части куртки. И вам теперь потребуется кондиционировать кожу. Об этом я, кстати, расскажу чуть позже в этом же видео. А как же быть с пятнами? Тут, конечно, будет посложнее, в зависимости, чем вы испачкали куртку. Если это еда или жидкость, то такие пятна можно вывести и дома. А если это чернила? Друзья, тут уже потребуется помощь профессионалов. Если это свежее пятно, то вам надо моментально использовать тряпочку, чтобы промокнуть как можно больше жидкости или масла. Заметили? Я сказал промокнуть, а не вытереть. Если пятно все еще осталось, тогда мы пойдем дальше и будем использовать обычное средство для посуды. Разведем его с водой и также при помощи тряпки будем выводить пятно с поверхности. И да, мы не трем и не продавливаем, а просто легонько промокаем пятно. После работы с мылом возьмите чистую влажную тряпку и протрите куртку. Затем возьмите сухую тряпку, чтобы промокнуть мокрую зону. После такого вам надо оставить вашу куртку просохнуть на несколько часов. Когда куртка высохла, посмотрите, исчезло ли пятно. Если же оно по-прежнему на месте, то повторите процедуру. Хорошо, ну а если пятно более глубокое и не выводится просто мыльной водичкой? Тогда используйте специальный выводитель пятен для кожи. Его просто найти. Существуют сотни различных брендов. На каждом есть инструкция. На моем написано, что надо нанести средство на губку, а затем круговыми движениями выводить пятно. Затем влажной тряпкой протереть место. Повторять столько раз, сколько потребуется, пока пятно не исчезнет. А если пятно не выводится, тогда, господа, время довериться профессионалам. Вам надо взять телефон, обзвонить все химчистки в вашем районе, объяснить им ситуацию и сказать, что пятно уже проникло в кожу и обязательно уточнить, если они специализируются на работе с кожей. Хорошо, теперь поговорим, как быть с кожей, которая выцветает и потерлась. Кожаные куртки со временем выцветают. Это как некий шарм. Но, парни, слишком много патины от того, что вы не следите должным образом за курткой, и это уже выглядит отвратительно. И самое плохое, то что эти маленькие царапины могут превратиться в уродливые трещины, которые, в свою очередь, могут превратиться в дырки в вашей куртке, после чего ее уже нельзя будет носить. Итак, первый шаг, чтобы защитить вашу куртку от выцветания, царапин и трещин, господа, это кондиционер. Итак, для начала возьмите мягкую ткань и нанесите тонкий слой кондиционера на всю поверхность куртки. Обратите особое внимание на зону локтей, где кожа тянется сильнее, и вероятность трещин гораздо выше. Когда наносите кондиционер, то дайте ему время, чтобы он впитался. Если вы видите, что где-то слишком много кондиционера, то снимите лишнее при помощи ткани. Когда лучше всего применять кондиционер? Каждый раз, когда вы попадали под дождь, и ваша куртка промокала, а затем вы ее просушили. Также, когда вы почистили куртку при помощи очистителя. И, конечно, не забываем, использовать кондиционер после удаления пятен. Особенно после работы с пятновыводителем. А так, в целом, надо использовать кондиционер где-то раз в год. Если же вы не так часто ходите в куртке, и она больше времени проводит в вашем шкафу, тогда раз в пять лет будет достаточно. А если вы ходите в ней постоянно, и вы живете в месте, где высокая влажность, или сухой климат, как в Аризоне, тогда я бы рекомендовал два-три раза в год. А теперь поговорим о восстановлении цвета. Для этого надо купить специальный крем того же цвета, что и куртка. Скажем, у вас черная куртка. Она начала терять цвет, у нее появляются затертые зоны. Вы применяете этот крем так же, как и кондиционер на поверхности куртки. И да, не забываем тестировать сперва на маленьком кусочке. Вы будете удивлены, что можно сделать при помощи таких вот процедур, и тем, как ваша куртка будет выглядеть. И да, парни, помним, что главное правило при работе с кремом чем меньше, тем лучше. И тщательно круговыми движениями пропитываем проблемные участки. После того, как нанесли крем, ждем, чтобы он высох. Затем протираем сухой мягкой тканью и смотрим. Повторяйте процедуру, пока не получите желанный цвет. Кстати, я видел, как некоторые парни, используя такие вот крема, полностью перекрашивали куртки. Они брали более светлую куртку и делали ее темнее. И, конечно, надо сначала проверить на маленьком кусочке, чтобы понять, как оно будет выглядеть. Но не стоит бояться полностью изменить цвет вашей куртки. Мы поговорили о восстановлении кожи, а как же мы можем защитить кожу от погоды? На мой взгляд, самое лучшее – это водозащитный силиконовый спрей. Это отличный способ защитить кожу. А если у вас замша, то это просто необходимо. Иначе один ливень, и вы будете похожи на Джерри из Сайнфелд. Вот, я не хочу, чтобы с вами было такое. Чтобы нанести спрей, просто одинарными движениями нанесите его по всей поверхности куртки. Делайте это в проветриваемом помещении и подождите 12 часов, пока все хорошо не высохнет. Какое видео смотреть дальше, господа, смотрите вот это. Как восстановить свои старые туфли. Продолжение следует...